Приветствую вас. Автор вопроса описывает ситуацию, в которой не доволен именем, данным им и супругам ребенку. Автор описывает ситуацию, где имя было дано под давлением, под стечением обстоятельств, и теперь автор вопроса, а это мама не может называть ребенка именем, которое дали, из-за этого университетика, депрессивное состояние, нет связи с ребенком, по ее мнению. Вот. Ну, конечно, первое здесь, что хочется, пожалуйста, спросить, собственно, как связь с ребенком связана с именем, это первое. Имя, конечно, важно, но как это связано, это первый момент, наверное. И второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что, ну, вообще проблема поменять имя, если, ну, недовольны вы именем сейчас, да, так бывает. Ну, вот. Ну, да, ситуация получилась не очень красивая, но так имя можно поменять. Вот. Что это? Как-то я лично здесь не совсем вижу проблему. В чем проблема-то? А проблема заключается в том, как мне кажется, что вы не уверены в себе. Вот. Ситуация, которую вы описываете, она прямо связана с тем, что вы не уверены в себе, что вы не можете по вашему описанию отстаивать свою позицию. У вас это делать не получается. Вот. И, соответственно, это является основной здесь проблемой. То есть, вот я бы хотел, да, чтобы вы просто обратили внимание на то, что делать здесь не вы, но в том, что вы чувствуете себя уверены в себе, не чувствуете, что вы хозяйки, не чувствуете, что вы сами совершаете. То есть, как бы, торопия вообще не у вас нет. И отсюда, на мой взгляд, все сложности вообще-то говоря и возникают, собственно. Собственно. Вот. Поэтому давайте все-таки как-то будем, ну, может быть, несколько более честны, ну, более честны с собой, да. Более честны стараемся быть с собой. Вот. Сейчас, мне кажется, вы несколько, несколько с собой все-таки нечестны. Вот. Это первый момент. Второй момент. Имя ребенку нужно поменять, если вы недовольны. Потому что оно, именно, в смысле, может оказать серьезное воздействие, воздействие на ребенка в будущем. Вот. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у него были проблемы в жизни, то лучше все-таки дать имя, которое устраивало бы его с собой. Тем более, что ребенок сейчас, сейчас находится, в общем и целом, в таком возрасте, когда это сделать максимально легко. Вот. Потом, потом это сделать будет гораздо сложнее и, соответственно, у вас будет уже больше трудности. Я думаю, что пока имя не слишком, так скажем, затрагивает личность, как бы, ребенка. Вот. Вот. Но я хочу, чтобы вы увидели этот момент, что так не будет, так не будет всегда. Вот. Поэтому, здесь вам нужно достаточно быстро учиться, отстаивать свой интерес и работать над повышением уверенности в себе. Так же, работать с личными границами вашей семьи и близких родственников, которые, безусловно, хотят для вас всего самого лучшего, но, извините, могут, в общем и целом, и целым, частно, частно, своей такой помощи больше вредить. Вот. Они это делают не сова, да, как бы, то есть, не нужно думать, что они это делают сова, да, что они там какие-то плохие и так далее. Нет. Вот. Они искренне хотят помочь, но проблема заключается в том, что помогают они всегда со своей кулакой. Помогают они всегда со своей позиции, со своей точки зрения. У вас своё видение. Вам нужно учиться. Вам нужно учиться. Своё мнение отстаивать. Вот. Сейчас вы этого, к сожалению, не делаете. Сейчас у вас с этим, к сожалению, есть проблемы. И вот, собственно, в этом и заключается слово. Отсюда ваша такая вот реакция. То есть, это, по большому счёту, подавленный процесс. Ну, по крайней мере, так это выглядит. Это выглядит как именно подавленный процесс. То есть, вы протестуете вы процесс, подавляете, вот это в итоге вылилось вот в это. Вот. Поэтому не знаю, насколько для вас это очевидно. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вам нужно работать с уверенностью с собой. Вот. Это очевидно. Очевидный момент. По крайней мере, для меня это очевидно. Я не знаю, насколько повторюсь, это очевидно для вас. Вот. Вот, собственно, по факту, если мы говорим, если мы говорим по факту, что здесь вам нужно делать. Почему-то вы очень уверенностью. Почему-то вы очень сомневаетесь в себе. Почему-то вы, прямо-таки, боитесь, вот, прямо боитесь сказать, сказать, что-то такое, что может не понравиться, там, условно, города, там, родственникам и так далее. Вот. А ведь это, это ваш ребёнок. Вот. И от того, как вы ведёте себя с ним, многое зависит, в том числе и зависит от своего будущего. Ну, вот. А вы этому не уделяете внимания. Как бы. Вот. Поэтому я бы, конечно, хотел, чтобы это как-то изменилось. Но изменить это может только вы сами. Вот. По-другому это не исправить. По-другому это не изменить. То есть вы, условно говоря, в себе не уверены. Вот. Вот. А сейчас, на данный момент вы в себе не уверены. Вот. Вы в себе сейчас сомневаетесь. Вот. Но в итоге страдает ребёнок. Вот. Ну, я, конечно, хочу, чтобы вы, чтобы вы понимали, да, что у меня нет какой-то цели, у меня нет желания вас обвинять. Вот. Чем-то я не хочу. Вот. Но хочу вам, как бы, озвучить эти моменты. Потому что они, на мой взгляд, эм... довольно важны эти моменты. Вот. Как-то, наверное, так. Я бы здесь вам ответил бы с точки времени вот психотерапии, с точки времени... психологии, вот, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, с точки зрения своих ценностей. Ну, решать этот вопрос, естественно, вам, потому что это ваша жизнь. Вот. Я не думаю, что могу в полном мере в это вмешиваться. Ситуация... Ситуация вне всякого сомнения неприятная. Это правда. Вот. Но не... необратимо. То есть... изменить что-то может. Конечно, это будет вызывать сопротивление у родственников ваших. Особенно если... Особенно если... Они... Ну... Как-то... Привыкли... К тому, что... К тому, что... Вы... Подчиняетесь им, если они привыкли к тому, что... Вы делаете... Так, как... Они говорят... Вот. Это... Это... Конечно же... Скажется. Вот. К сожалению. Вот. То есть... Тут... Ну... Все-таки отстаивать свою позицию нужно. Но... Это... Опять же... Эээ... Не так... Эээ... Будет... Эээ... Слощно... Словно говоря... Если... Вы... Вы... Там... Ну... Грубо... Если вы заручитесь... Эээ... Эээ... Поддержкой... Ээээ... Эээ... Эээ... Психолог. Вот. Эээ... Вот как-то так. Ну и... Эээ... Последнее... Вот... Вы... Там... Эээ... Вы говорили... Про... То, что у вас вот эти... Типа депрессия, да... Вот... Тоже... Хочется... Вот... Спросить, да... Вот... Это вы... Ну... Условно говоря... Откуда узнали там? Что у вас... Эээ... Эээ... Депрессия, да... Вот... У вас есть... Эээ... Диагноз... Эээ... Или... Что... Или как... То есть... Хочется... Как-то вот... Тоже... Эээ... 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 Депрессия... В смысле... Если у вас диагноз есть... Ээээ... Эээ... Депрессия... То... Эээ... Как бы... Ну, мне кажется, имело бы смысл в этом направлении поработать. Ну, непосредственно, ну, с диагнозом нашим. Вот, по крайней мере, это то, что бросается в глаза официально. Естественно, там могут быть разные варианты, вот, само собой. Ну, пока что так. Понятно, понимаете, о чём идёт речь. Вот, сочувствую вам, сочувствую вашей ситуации, сочувствую тому, что произошло, вот. Но, мне кажется, что подобная история не впервые происходит. Ну, в смысле, с вами. Вот, мне кажется, что с подобным вы сталкивались в существо, когда вы не чувствовали себя, так скажем, влияющей на ход событий. вот. Поэтому, пришло время, вероятно, пришло время этот вопрос решать. Вопрос только в том, хотите ли вы это делать. Вот, если хотите, то мы с огромным удовольствием вам поможем. Вот, если нет, если вы не хотите, то тогда вопрос, а чего вы ждёте от психолога, тогда, какой помощи вы тогда ждёте от психолога. Вот, хотел бы тоже, чтобы вы подумали. Потому что вам, в общем и целом, придётся что-то со своей жизнью делать. Вот, вам придётся что-то менять. И, собственно, вопрос у меня к вам, да, а готовы ли вы менять что-то? Потому что это будет весьма, весьма страшновато, скорее всего. Ну, по крайней мере, по крайней мере для вас это может быть страшновато. Но это решается, опять же, если вы готовы работать, как бы со специалистом, это решается, что-то не что-то такое критичное. Ну, а я не уверен, что вы готовы. По крайней мере, сейчас я в этом не уверен, точно. Как-то, наверное, так я бы вам ответил. Какой-то вот такой ответ я бы вам, наверное, дал сначала. На этом всё, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Да. Позволю вам начать работу над собой. Я вам хотел бы пожелать всего самого доброго. Я хотел бы пожелать вам удачи и выразить надежду на то, что всё-таки к специалисту вы обратитесь и необходимую помощь запросите, да, и получите. Удачи вам и всего самого хорошего и доброго. Пока.